здравствуйте друзья доброе утро пятница до пятница не работница да как говорят но мы работаем мы работаем и вот в русле таскать нашей работы такая история вам будет вот на этой неделе приключилась связано это с тем как отвечать вот там на вопросы на интервью и в частности как переговаривать то что называется job offer вот мы как бы в американском варианте я не знаю насколько это будет полезно там людям кто живет других странах которые живут других странах но вот такая история значит у нас есть девушка выпускница она не живет в кремниевой долине она приезжала поучиться и уехала там откуда приехал муж там семья в общем все одно уехал достаточно молодая для 25 26 такого план хорошая симпатичная такая правильная ну но во всех отношениях совершенно замечательно и она начинает искать работу и получает так выходит что вот у нее в течение часа буквально из двух мест получает оффер причем один оффер вот прямо вот напротив дома там можно сказать в городе где она живет и там ей дают 25 долларов в час предлагают но там такая компания крутая там сплошные вот эти вот там мужики из айвелик университетов там говорят мы тебя научим автоматизации то есть ну так очень правильные все все очень правильно и ей хочется этой автоматизации обучиться в общем все все хорошо ей очень там нравится вторая работа ну как бы не не в ее городе туда надо ехать причем это ехать серьезно там несколько часов то есть фактически это она должна там снять комнатку там поселиться и может быть там раз в неделю раз две недели на выходные приезжать домой то есть муж ей говорит давай нормально для опыта чё там это же не не то что на всю жизнь там в общем такая вот более сложная ситуация но там ей дают 60 тысяч в год постоянная позиция с бенефитами со всеми делами и так далее там страховки соответственно оплаченные там отпуска больничные там и так далее в общем хорошо если мы сравниваем по деньгам 25 долларов в час и 60 тысяч год если вот это было рядом на одной улице то мы бы сказали что 60 тысяч в общем-то это существенно больше потому что эквивалентом 60 тысяч в долларах в час если мы посчитаем что есть там на доллары в час там есть неоплаченный отпуск за свой счет это все там нет бенефитов там праздничные дни ты не работаешь тебе не платят ну и пошло и поехало поэтому эквивалентом 60 тысяч в год было бы может быть долларов 35 так более-менее а тут у нее 25 но с другой стороны туда ехать надо там надо жилье снимать и в общем тоже какая бы масса неудобств ну звонит девушка и говорит что вот как быть значит вот хочется ей поторговаться в том месте где 25 долларов в час но ей там нравится она хочет поторговаться чтобы может быть ей накинули и мы обсуждаем эту ситуацию и когда мы ее обсуждаем я и говорю ну послушай ты всегда можешь им сказать мы как бы в американском русском событии а ты всегда можешь сказать ребята у меня есть еще один оффер там на большие деньги я даже не прошу чтобы вы там дали мне 35 ну дайте 30 и я ваша да там и я при этом я говорю что они оффер свой не заберут то есть если тебе оффер уже сделали то они могут сказать ты знаешь мы не можем дать тебе больше но у тебя еще остается возможность его принять это так работает за кучу я никогда не слыхал чтобы человек попросил там больше и его бы но бы забрали этот оффер то есть такого я никогда не слышал это очень странно не говори нет да в общем развитие событий такое она на следующий день после нашего разговора она там звонит по начальству там с которым общалась и говорит пацаны год вот мне очень понравилось спасибо большое там все дела единственно что хотелось бы побольше денежки вот может быть накиньте мне на 25 ну дайте ну ну 2650 вот такая интересная значит торговля произошла почему 2650 то есть то есть я мы с ней после этого не разговаривали я так уже передачи она она с другими сотрудниками там говорилось но что получается я понимаю что наверное ей так хотелось туда попасть в эту организацию что она боялась сказать а вдруг она скажет 30 они скажут нет это слишком много знаете то есть я я наверное понимаю откуда происходит вот это вот дауншифтинг вот это вот бум и она и 2650 но тут есть тонкость одна несимпатичная тонкость дело в том что разница между 2650 и 25 такая несущественная что возникает вопрос что движет человеку понимаете вот допустим мне говорят накиньте мне там три копейки я бы я вроде там там десятку мигра три копейки накинь я думаю что что с этим связано вот почему и тут происходит значит интересное развитие человек с той стороны говорит ну я должен посоветоваться с ребятами и после он перезванивает и говорит что ты знаешь чего мы тут с ребятами посоветовались и решили что мы отзываем наш оффер и мы тебя не хотим вообще и она так почему то есть пытается логически значит на смысл и он ей говорит что ты знаешь ты не серьезный человек ты не ценишь вот это оппортюнити которые у нас есть ты через три месяца все равно от нас уйдешь потому что сама не знаешь чего хочешь и мы только потратим на тебя время будем тебя учить потом ты сможешь куда-то и все вот поэтому нам такого не надо это не то что мы хотим вот так интересно так интересно получается то есть как бы мой мое видение ситуации когда значит оффер нельзя отозвать но если человек там просит больше но вот вы знаете что вот как бы нельзя нельзя а вот данном случае так и получилось понимаете я что тут сказать я понимаю эту сторону и эту я понимаю как это произошло но в общем то если ты играешь по правилам ты играя по правилам и ты не можешь себя оставить в такую позицию как бы ну как назвать даже не знаю ну так не вполне адекватную вопрос откуда человек который новый в стране знает какая позиция адекватная какая нет ну например он может спросить в конечном счете да вот например если скажем спросили бы меня там вы сказали миша вот я думаю попросить поменьше 2650 я бы искал послушай если 2650 это то что ты реально хочешь значит бери 25 и даже голову не морочь никому и не порть настроение это совершенно очевидно что 2650 и 25 никакой разницы вообще нет больше того 25 долларов или даже 30 человеку который на самом деле приходит учиться реально причем серьезнейшим вещам учиться то есть у нее через год ее рыночная цена будет там подстольник тысяч в год знаете поэтому и из-за чего сыр бор я вообще ничего не понял и я не понял где там выигрыш деньгах если она возьмет работу в другом городе потому что на самом деле выигрыш никакого нет может быть она еще и потеряет по сравнению с 25 долларами то есть да в общем я просто как пищу для размышления рассказываю то есть когда люди из самых лучших там побуждений играют в игры потому что попросить там на несколько на пару процентов больше чем тебе предложили это играть в игры это деньги которые никакой разницы в жизни человека не 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 сыграют это полтора доллара в час это 170 там 160 часов в месяц до 160 часов в месяц там 240 долларов в месяц в месяц при том что мы говорим об очень серьезных вещах об очень серьезных когда ты попадаешь в такое место где должен взлететь как ракета вот со стартной площадке уйти да так что вот друзья у вас теперь есть пища для размышлений не для критики или там типа это да я бы на ее месте там вы на своем на своем месте еще тоже успеете начудить вот мы все чудили понемногу когда-нибудь и как-нибудь вот я просто как ситуацию в целом я не сомневаюсь что у девочки все хорошо будет она умничка но так вот так вот интересно для меня было неожиданно дать я столько лет здесь уже живу и и настолько был уверен что отзыв что отзыв оффера вообще невозможен и вот да а вот пожалуйста ладно друзья значит мы на этом с вами расстаемся счастливы